Девушки отдыхают Это благодаря всему нашему коллективу в целом, нацеленности каждого на успех и стремление к совершенству. Нужно быть готовым пожертвовать всем. Всякий раз, как мы выходим на паркет, мы чувствуем, что не можем проиграть, и мы ощущаем этот особый кураж. Мы должны все время думать о том месте, которое займем среди лучших команд в истории NBA. Когда ты смотришь на свой чемпионский перстень 2001 года, даже другие ребята с другими перстнями не смогут прочитать на них 15-1 на обратной стороне. Проходя через все, что нам пришлось пройти в этом году, в той связке друг с другом, все невзгоды и трудности, которые пришлось пережить, мы все-таки выдержали и не сломались. Наоборот, мы только крепче держались друг за друга и становились только сильнее. Наша команда — это крепко спаянный коллектив. Мы шутим друг с другом, смеемся друг над другом, но мы друг другом дорожим. Чемпионы NBA Лос-Анджелес Лейкерс сезона 2001 года В июне 2000 года Лейкерс завоевали NBA благодаря взаимодействию двух ярчайших звезд. Коби с мячом, Нао Нила и Данг. Вместе они, казалось, сделали Лейкерс непобедимыми. В свои 29 Шакил Анил был MVP лиги, в свои 21 Коби Брайан быстро становился одним из лучших игроков в истории NBA. Посмотрите на эту династию. Дело было не только в том, чтобы выиграть чемпионат, но и основать династию, создать нечто такое, о чем другие команды даже не помышляют. Можно мне уже на пенсию? Это как хочешь. Я вернусь на следующий год. Конечно, Булл смогли это сделать в 90-е, Лейкерс в 80-е, Селтикс в 60-е, но теперь новые времена. Теперь новое тысячелетие, и мы хотим быть баскетбольной командой и баскетбольной организацией, которая заново начнет писать историю NBA. Но после победных торжеств Лейкерс пришлось убедиться, что быть чемпионом требует большего, чем просто выигрывать чемпионат. В 2001 году Лейкерс прибыли в тренировочный лагерь другой командой. Распределение ролей стало иным. Хоррес Грант заменил ветерана Эйси Грина на позиции форварда. Эксцентричный Сайрайдер встал на место Гленна Райса, третьего снайпера команды за 2000 год. Один из главных вдохновителей игры Лейкерс, Дерек Фишер, был потерян из-за травмы. Но самое главное было в том, что была утрачена гармония между Шаком и Коби, которые пришли в тренировочный лагерь с одинаковыми целями, но разным видением путей к их достижению. Шака просили успокоиться. Сезон был долгий, энергии было потрачено много, он очень много времени провел на паркете. Тело требует лечения, не надо слишком перенапрягаться. Возвращайся в сентябре и начинай готовиться к сезону. И он так и сделал. Вернулся 28 сентября и начал подготовку вместо того, чтобы начинать с 1 сентября. В оправдании шака он впервые стал чемпионом, и впервые в своей карьере он смог расслабиться и насладиться моментом. Пока утомленный в боях ветеран проводил межсезонье на отдыхе, его более молодые партнеры работали ради реализации его амбициозных целей. Коби буквально ни разу даже вздохнуть не успел с чемпионства до начала октября. Он постоянно улучшал свою игру. Он хотел выходить на площадку и просто уничтожать любого. Его цели были гораздо выше чемпионства, выше того уровня игры, который он показывал в сезоне. Когда начался сезон, стало ясно, что Коби уже недовольствуется репутацией выдающегося таланта. Он не успокоится, пока не достигнет положения лучшего игрока в лиге. Коби Брайант. Никто в лиге не играет лучше. Но личные успехи Коби в значительной степени оставляли за бортом его партнеров. Тонкая химия, которую удалось создать в команде в период восхождения к чемпионству, была утеряна, и никто не переживал из-за этого больше, чем Шакил Ванил. Я думаю, Шаку трудно было примириться с тем, что Коби вернулся столь заряженным и с таким желанием доказать, что он очень вырос, как индивидуальный игрок. Коби слишком перенапрягался. Но когда ты так здорово играешь, когда играешь даже слишком хорошо, для команды это бывает не всегда необходимо. Проблемы в команде достигли критического уровня, когда Коби выдал 51 очко против Голден Стейт, но не смог при этом обеспечить команде победу. Он так отчаянно пытался помочь нам победить, набрал так много очков. Он играл настолько великолепно, что в итоге даже немного перебрал. Выпустил несколько эрболов. Трехочковый не попадает. И Уориорс побеждает. Мы оказались в удручающей ситуации. Он пытался добыть для нас победу единолично на протяжении нескольких игр подряд. Все хотели, чтобы я сбавил в игре, перестал наращивать, оставаться на прежнем уровне. Но я так не могу. Я много работаю, я каждый день улучшаю игру и хочу все это показать. У меня никогда не было так, что это команда того-то и того-то, и когда все было так, все было хорошо. Результат был 67-15 на энтузиазме. Весь город прыгал. Проходили парады и так далее. А теперь у нас 21-11. Вот и думайте. Так что, если главная собака не я, то дом стоит без защиты. И точка. Лейкерс опустились на пятую строчку на Западе, проигрывая командам, с которыми раньше не было никаких проблем. Их смели невразительный Соникс, а потом был унизительный январский разгром от Клиперс. За весь сезон я не припомню, у них настолько безобразные игры. Напряжение между двумя суперзвездами разрушало ткань командной игры. Все, что происходило между Коби и Шаком, хорошо известно. Но этому уделялось слишком много внимания. И я думаю, многие из нас, игроков, тоже сделали шаг назад и стали придавать этому излишнее значение, вместо того, чтобы думать о том, как нам помочь команде. То, что начиналось как чемпионская сага, превратилось в главную в лиге мыльную оперу. Очень жаль, что два великих игрока никак не могут поладить. Мы разрушали команду, пытаясь найти ответ и найти ту химию, которая могла бы начать приносить команде победы. Сезон для самого клуба становился поворотным. Все было просто. Либо мы с этим разберемся и вернемся на вершину, или рухнем на самое дно. Только одно из двух. Никто ничего не мог ни сказать, ни сделать, чтобы это предотвратить. Все зависело только от нас. Либо мы справимся с такой ситуацией, или рухнем под ее тяжестью. В Лейкерс ответов не было, и постепенно начали исчезать надежды. После 60 игр возвращение Дерека Фишера восстановило некоторый порядок на площадке, но потом произошло неожиданное, что заставило Лейкерс задуматься всерьез. В конце марта травма Коби выбила его из основы. За 9 игр без него Лейкерс почувствовали себя командой и стали побеждать. Коби наблюдал за происходящим пристальнее всех. Пока Коби сидел на скамейке, мы вернулись к своему прежнему стилю. Когда Шак получал основное пространство, и когда у нас это получалось, был результат. Я думаю, что когда Коби вернулся, у него было такое впечатление, что как бы я хочу вернуться и осуществить эту перестройку в команде. Он принял осознанное решение больше доверять партнерам, чтобы стать плеймейкером. Самоотверженная игра у Коби. Быть великим игроком каждый вечер, набирать по 40 очков, забивать сверху против любого – дело не в этом. Главное, чтобы другие играли лучше. Когда они оказались на одной странице, все как бы пошли за ними, все объединились, все стали одной командой. С возвращением Коби, Лейкерс возродились как команда, и произошло то, чего так пытались добиться все то время. Лейкерс взлетели вверх в таблице, опередили Сакраменто и выиграли титул в дивизионе «Пасифик». Они выиграли свои последние 8 игр подряд в регулярном сезоне. К ним вернулась их чемпионская хватка. Когда мы стали выигрывать эти игры в конце сезона, мы почувствовали, что поймали волну. Мы чувствовали динамику игры. Фил это называет община команды. Мы ощущали, как мы крепнем. Первыми соперниками Лейкерс в плей-офф стали Портленд Трейл Блейзерс. Это было повторением финала конференции 2000 года, когда Лейкерс вырвали седьмую игру со своим историческим рывком в 15 очков. Они говорили так, что Лейкерс — это то, что нам нужно. Мы теперь играем лучше. В прошлом году им просто повезло, а в этом году уже не выйдет. Никто не сомневался в талантах Блейзерс, и они тут же подвергли вновь обретенную Лейкерс гармонию самой серьезной проверке. Весы в первой игре колебались на протяжении трех четвертей, когда ни одна из команд не могла уйти в отрыв. Лейкерс были на два очка впереди в четвертой четверти, когда обе команды были вынуждены вспоминать свою последнюю встречу в плей-офф. Я вспоминая начало той четвертой четверти, было такое чувство, что мы сможем повторить тот рывок, который мы совершили в седьмой игре. Как мы начали бросать, стало заметно, что они уже не верили, что они смогут побить нас в четвертой четверти. 15 очков подряд у Лейкерс в начале четвертой четверти. Дверь открылась, и бах, они развалились прямо на наших глазах. После того, как история драматичным образом повторилась во второй игре, вторая игра оказалась гораздо более простой историей. Это была сказка про Шакила О'Нила. Растерянный Блейзерс получили пять технических фоллов и два удаления в попытках остановить Шака. Но к концу игры у Лейкерс все еще были припасены сюрпризы. Я говорил, не надо давать Шакилу пробивать технически. После второй игры Блейзерс были совершенно обескуражены. Каждый раз, когда Шакил выходит пробивать технически, это конец. В третьей игре Лейкерс вспомнили о своих проблемах в 2000 году в завершающих играх. В этом году никакой драмы не случилось. Три подряд от Портленда и всего подряд 11. Команда Лейкерс держалась превосходно. Мы очень выросли с прошлого сезона. Знаем, как работать против команд, как снести любого. Думаю, это хорошее послание каждому в лиге, что мы настроены серьезно. Также впервые за 20 лет прошли во второй круг Сакраменто Кингс. Команда, пребывавшая на подъеме и решившая, что ее час наконец настал. Мы выиграли первый круг. Вперед! Говорю по своему опыту, если выигрываешь первый круг, то ловишь волну. Теперь возможно все. Отличная работа. В теории, конечно, могло случиться что угодно, но на практике Кингс надо было что-то придумывать против Шака. Надеюсь, мы сможем открыть баку танка и слить оттуда немного дизельного топлива. Чтобы не хватило на всю серию. Но в первой-второй игре даже пытаться замедлить дизель Шака оказалось делом безнадежным. Ни один человек на земле не в состоянии остановить этого парня. Когда Шак играет на таком уровне, его не остановить. Дома у него около 40 очков и больше 20 подборов. И он одно и левое уничтожает соперника. Тем временем, Лейкерс просто отрядили Рика Фокса на главного снайпера Кингс, Педжа Стояковича. Но это было секретное оружие из арсенала Лейкерс. Мы понимали, что если всерьез защищать чемпионство, надо будет начинать играть как следует в защите. Что бы Рик не делал, в защите, в серии Сакраменто, а потом Педжа Стоякович, что угодно, это с ума сойти. И если что Фокс сделать не мог, брал на себя шаг. И Лейкерс, по крайней мере по двум играм, выглядят непобедимыми. После двух игр Кингс ничего не оставалось, как выказывать свое уважение. Однако, отправляясь назад в Сакраменто, у них была надежда, что третья и четвертая игры сложатся по-другому. Поэтому я и улыбаюсь, что в следующий раз мы им покажем. Это точно. В плей-офф 2000 года Кингс взяли две из двух домашних игр. То, как Лейкерс действовали во враждебной атмосфере в 2001-м, показало, насколько команда выросла. После третьей игры было недостаточно победить. Лейкерс нужно было доминировать. Это, конечно, жестоко будет звучать, но нам как бы надо им голову срубить. Буквально. Вся шесть игр плей-офф Коби сдерживал себя ради интересов команды. В четвертой игре в Сакраменто он, наконец, взорвался. Шак до Шак оказался в беде, Коби понял, что пришло время потребовать мяч для себя. Там хорошая публика. Публика входит в игру, участвует в игре. Они не стесняются в выражениях, так что я стал отвечать зрителям и игрокам, и даже некий кайф от этого ощутил. Лейкерс пытаются разбить Кингс без Шакила О'Нила. Тоби Брайан, 48 очков, 16 подборов. Потрясающее выступление. Лейкерс сделали историю и прогоняли прочь своих злых духов. 7-0 в плей-офф, чистый отрезок в 15 побед. Почти нереальный результат для любой команды. Думаю, мы поймали кураж. Мы защищаем чемпионство, и у нас уже 15 побед подряд. Думаю, у нас сейчас достаточно уверенности в себе, чтобы выйти из любой ситуации. Финал конференции предоставлял Лейкерс шанс избавиться от неприятных воспоминаний. В 1999-м Сан-Антонио Спэрс устроили Лейкерс самый унизительный разгром за время выступлений в форуме. В Сан-Антонио Спэрс грани от Лейкерс в полуфинале западной конференции. Форум закрывается, и я рад, что закрывается в последний раз. Спэрс считали, что в 2000-м титул Лейкерс достался незаслуженно, потому что Тим Данкан был нездоров, а с возвращением Данкана у них были лучшие показатели лиги в 2001 году. У нас личный счет, и безусловно, это совсем не любимая наша команда, и мы не их любимая команда. Сан-Антонио — команда, которая когда выиграла у нас, они нас унизили, устроили разгром. Коби это помнил, и я это помнил. Более не пытаясь выяснить, кто в команде лучший, а кто нет, Лейкерс начали доказывать, что являются лучшим коллективом в лиге. В первой игре тяготы взял на себя Коби. Какие бы уловки в защите не предпринимали Спэрс, Коби отвечал всегда творчески. У Коби мощный соревновательный порыв, он никогда не отступает. Ему нравится жесткая борьба. Неудержимый Коби набрал 93 очка в двух подряд победных играх на выезде. Я сказал Коби, что он мой кумир. Серьезно, он играет феноменально. Не знаю, что еще сказать. Я думаю, что это лучший игрок в лиге. Два сезона ранее Тим Данкан делал такую же заявку. И во второй игре он снова попытался ее сделать. Тим Данкан на миссию. Бокс пилит. Тим Данкан на миссию. Регулирует его с авторитетом. И Алимо Дома на миссию. Квартира на миссию была закрыта. Данкан на миссию с правой рукой. Лейкерс были переиграны впервые в плей-офф 2001 года. И впервые они выглядели обескураженными. Филла Джексона выкинули из игры. Все было против нас в этой игре. Филла удалили, Сан-Антонио играли в свою лучшую игру, попадали с любой позиции. Их поддерживали трибуны. Там было около 36 тысяч человек. Нашего лидера выгнали с игры, и нам было еще труднее идти вперед, чтобы покончить со Спарс. Хотя они не показывали свою лучшую игру, Лейкерс все же смогли свести дело к борьбе характеров, где, проявив большую настойчивость, они смогли ликвидировать отрыв Спарс. После удаления Джексона Лейкерс выдали отрезок 9-2. Игроки почувствовали угрозу, и уроки сезона позволили в итоге справиться с тяжелой ситуацией. Мы очень хотели отыграться и показать им, что мы чемпионы, что мы заслуживаем чемпионства. В Лос-Анджелесе просто разгромить Спарс было бы весьма скромной целью по сравнению с тем, чего собирались достичь Лейкерс в третьей и четвертой игры. Субтитры создавал DimaTorzok Ни одна команда в истории у Лейкерс не достигала такого совершенства в игре, как это. Лейкерс выиграли третью игру с разницей в 39 очков, четвертую с разницей в 29. Они выиграли уже 11 игр в плей-офф подряд. И всего таким образом получилось 19 игр подряд. Всем показалось, что финальная серия станет лишь формальностью на пути к появлению династии Лейкерс. Осталось еще четыре. Еще четыре. В Восточной конференции Филадельфия 76 получала самые лучшие отклики по ходу всего сезона и оказалась последней командой, которую предстояло одолеть. Как и Лейкерс, их весь сезон превозносили как команду, а в плей-офф уже Аллен Айверсон покорил баскетбольный мир. После победы на Востоке Айверсон показал себя не только снайпером. Он стал настоящим лидером и заставил команду поверить, что они смогут стать чемпионами. Ну что, какая тут команда собралась? У тренера это впервые, ребята. Давайте уж как следует. Всем привет! Добро пожаловать на первую игру финала 2001 года. Встречаются новички. Филадельфия 76 против непобедимых в плей-офф Лос-Анджелес Лейкерс. Это, возможно, будет историческое событие. Лос-Анджелес может стать первой командой, которая выиграет под ноль. Если хотите что-нибудь смести, что делаете? Работайте шваброй. Сметаем все. Сметем в четыре игры. Будет полный свип. Тут Давид против Голиафа. Я всю жизнь ждал этой возможности. Мы всегда это понимали, но мы боролись, играли вместе. Все возможно. Сосредоточенность и исполнение. Мы здесь. Мы знаем, что делать. Осталось еще четыре игры. Будем их брать по очереди одну за другой. Нам надо выйти и сделать дело. С самого начала первой игры Шак оказался совсем не по силам лучшему защитнику года, Дикембе Матомбо. О'Нил с ним, вернувшись против Дикембе. Дикембе, прямо там, берет шаг, но О'Нил вернувшись и сломает его с правой рукой. Лейкерс выиграли этот отрезок 16-0. Счет на табло 18-5. Просто невероятно. У нас нет движения, мы ничего им не противопоставляем. Мы играем слишком мягко. Жесткости обеим командам было не занимать. И Айверсон повел 76ers назад в игру. Коби Строби пытался нащупать свою игру после 10-дневного отдыха. А тем временем Филадельфия демонстрировала филигранное исполнение. Играть в нападении максимально просто. Мы все чуть-чуть усложняем. Например, когда бросаете на шаг, а получается слишком высоко. Следите за этим. Даже простейшие вещи стали для Лос-Анджелеса слишком сложными. В заключительные секунды первой половины только доминирование Шакила удерживало Лейкерс в игре. В начале третьей четверти Айверсон и Сиксерс были все еще впереди. В середине третьей Айверсон набрал 38 очков, и Сиксерс ввели ни много ни мало 15. Лейкерс пока переживают настоящее унижение. Совсем не так Лос-Анджелесы болельщики себе это представляли. Надо подниматься, надо работать. Мы разваливаемся. У него четыре захода под кольцо тут было. В качестве жеста отчаяния Фил Джексон отрядил единственного игрока ниже Айверсона ростом, чтобы его прикрывать. Тайрон Лю отправился прикрывать Айверсона. Удачи. Удачи, Тайрон. Я пришлю тебе карточку. Но риск оправдался. Тайрон Лю зажег Лейкерс на возвращение. Они ждут Айверсона. Лу с стилем крючет за Лео. И это все Тайрон Лю. Лу Ханнелсон. Держит уверенность в минуту. Болель в ло для Шака. Болель в ло для Лу. Брель в ло для лео. Брель в ло для лео. Брель в ло для третий. Он не сделал. О, посмотрите, что Лейкерсы нашли. Это крестное срочное 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 срочное. Когда оставалось пять минут, Лейкерс прошли весь путь к уравнению игры. Подождите немного. Вдохните глубоко. Нам осталось пять минут до цели. Ясно? Пять минут с каждым подбором, с каждым броском, с каждым спорным мячом. Напряжение нарастало, и Коби и Шак, похоже, были готовы взорваться. Лейкерс выходит вперед. Шакилл О'Нилл. Но Сиксерс каждый раз находили возможность ответить. Решающие моменты первой игры. Остается 11 секунд. Счет по 94. Айверсон набрал только три очка за последние 15 минут. В овертайме все оказалось для Лейкерс только вопросом времени. На дриблинге проходим либо со стороны Роба, либо со стороны Рика. В угол и прямо на Шака. Счет по 96-94. Наконец, неизбежное для 76-ers начинало сбываться. Спокойно, ребята, мяч у него. Они должны выиграть, а нас тут вообще быть не должно. Но насколько неизбежным для Лейкерс было движение вперед, настолько же для 76-ers было их возвращение. Попал, и Филадельфия выходит вперед, 101-99 за минуту 19 до конца овертайма. И Сиксерс уже набрали 9 очков подряд. После 11 побед подряд в плей-офф, так проиграть для Лейкерс казалось невозможным. Полоса завершилась, и теперь всякое могло случиться. Первая игра окончена, 107-103 в пользу 76-ers. И таким образом, Сиксерс повергает в шок весь мир. Накануне игры все говорили о том, как будут сметать, о разгроме. А теперь, как бы самим Лейкерс не оказаться сметенными. Швабры свои они могут убрать. Мы пока еще ничего не достигли, впереди долгий путь. После одной победы было несколько преждевременно праздновать успех. Но Сиксерс были в отличном настроении и поздравляли Алина Айверсона с его 26-м днем рождения. Загадай желание. Добрый вечер всем. Приглашаем на вторую игру финала NBA. Мы в такой ситуации, о которой никогда и подумать не могли. Лос-Анджелес Лейкерс пытаются справиться после поражения в первой игре от Филли. Все забыли. Думаем только о том, чего хотим добиться. Напрячение огромное. Сегодня им необходимо побеждать, потому что следующие три игры пройдут в Филадельфии. Мы будем играть на полную, как в последнюю игру. Будем смотреть друг на друга, как в зеркало. Они обескуражены. И будем и дальше их обескураживать. Жутковатые ощущения от первой игры продолжали сказываться в игре у Лейкерс. Для Сиксерс вторая игра была шансом показать сомневающимся, что они вполне смогут все повторить. Сиксерс после пятиочкового рывка ведут три. Ничего. Что-нибудь придумаем. Так или иначе. Лейкерс отказывались паниковать, отвечали с терпением и уверенностью в своих силах. Давайте работать. Они хорошо завершили четверть. Хотите чего-нибудь легкого, тогда надо сделать и наоборот. На последних секундах первой половины обе команды боролись за кураж накануне перерыва. У Коби потрясающий финиш. 49-45. Они пошли на последний бросок. Четыре секунды осталось. И сирена застает Севэнти Сиксерс на два очка позади. Во второй половине Сиксерс предстояло иметь дело с возродившейся мощью Шакила О'Нилла, который будет доминировать на обоих концах площадки. Шак повторит рекорд НБА с восьми блоками и подстегнет атаку Лейкерс своей доблестью в защите. Неожиданно, Лейкерс стали походить на самих себя чемпионов только даже лучше, чем год назад. Ребята, я не знаю, что произойдет в этой игре, но у нас серия. Нам надо думать о том, как играть лучше, так? И вдруг Сиксерс выстрелили еще один заряд в четвертой четверти. Слушайте, просто отлично. Мы с вами здесь, так? И все как надо. Преимущество расставило до трех очков. Играть оставалось три минуты. И Коби с Шаком взяли мяч и направили его туда, куда было нужно команде. Трехочковый Дерека Фишера сделал вторую игру и уравнял счет в серии. Овация в честь Лейкерс, леди и джентльмены. Нам предстоит очередная июньская война. Мы здесь. Мы чемпионы мира. И независимо от того, насколько мотивированной может оказаться ваша команда, но чемпионский парад все равно пройдет в городе Лос-Анджелес. В Филадельфии болельщики уже ощущали грядущую победу. Сиксерс номер один. Мы побьем Лос-Анджелес. Фанаты 76ers, не слышу вас. Мы вот так играем от всего сердца, поэтому мы и выиграем. Впервые за 18 лет фанаты получили шанс покричать. Что вы думаете о том, что тут происходит? Просто невероятно. Бьем Лос-Анджелес. Больше ажиотажей представить нельзя, чем то, что творится в Филадельфии, где пройдет следующие три игры финальной серии. Мы не можем ждать, что это произойдет, не можем надеяться на это, но мы должны выйти и сделать это, окей? Филадельфия не принимала плей-офф с тех пор, как Сиксерс смели Лейкерс в финале 83-го года. И фанаты, и сами команды были готовы к повторению пройденного. Помолодевший Айверсон организовал Фиксерс стартовый отрыв. Но и Коби отсиживаться не собирался. И тут же показал публике, насколько он вырос. Семь из семи. Вспоминаются дни Майкла. Коби начал вести игру для Лейкерс, а Шак поддерживал давление у щита. Не расслабляйтесь, получив преимущество. Агрессивней нужно играть, агрессивней. Но как Лейкерс не пытались, им никак не удавалось задавить Филадельфию. Теперь Сиксерс наносили сопернику урон с близкого расстояния. Стратегия Лейкерс пошатнулась. В битве больших Шак оказался в роли обороняющегося. И Дикэмби Мутомбо приводил его в расстройство каждым своим движением. У Севенти Сиксерс отличная возможность выиграть домашнюю игру, а Шак выпал из игры. С уходом Шака за команду заступился Коби. Время истекает. Никакого риска. Не можете забрать подбор, просто дайте время отойти в защиту, ясно? Время еще есть. Шаком на скамейке Лейкерс уже не могли контролировать щиты. И Сиксерс нашли у себя неожиданного героя. Олли на подборе. Забивает. Кевин Олли. Только что вышедший со скамейки Севенти Сиксерс забивает с фоллом. В заключительные моменты третьей игры Сиксерс имели свой лучший шанс взять серию в свои руки. Но скамейка Лейкерс, как и всегда в таких случаях, не подвела. В этот раз Роберт Ори откликнулся на зов. Лос-Анджелес Лейкерс выходит вперед в этой драматичной финальной серии. 2-1. Он всегда такой, всегда такой хитрый. Он выходит и делает дело. И не один раз случайно, а постоянно. Так же было и в прошлогоднем финале. Так же и весь регулярный сезон. И так и будет дальше. Вот он, Роберт, перед вами. Уверенность во всех своих 12 игроках — это то, чему Лейкерс долго учились. Но однажды добившись, крепко за это держались. Это самый потрясающий коллектив, в который мне только приходилось играть, и это честь для меня. Потому что тут нет такого парня, которому мы не испытывали бы уважения. И всегда мы готовы к любой битве. Все заботятся друг о друге. Это братство. Вот как это называется. Это братство. Иногда мне кажется, что он — это я. Если бы я был защитником, то хотел бы быть таким. Бы-бы-бы-бы-бы. Вот если бы мне быть таким, как Кобби… Не здорово. Очень ответственная игра для Филадельфии 76ers Они снова проигрывают 1-2 Если мы сегодня выигрываем, то припираем их к стенке Если ты не выдерживаешь такой игры, то значит, что-то не так Проведя концовку третьей игры на скамейке Шакил О'Нил вышел с желанием отомстить в игре четвертой Когда команда подошла к историческому рубежу, Шак был намерен внести и свой вклад в командные достижения У меня всегда самые высокие цели, и когда все будет сказано и сделано Может быть, кто-то и скажет, что Шакил О'Нил был лучшим центровым в истории Лейкерс И если не скажут, что он не был самым плохим большим в истории Лейкерс Мне этого будет недостаточно Шак выдал все, на что был способен И ко второй половине Лейкерс ввели уже 22 очка Много чего странного может случиться, ребята Продолжаем играть Снова Сиксерс обратились к Алену Айверсону, чтобы тот организовал очередное возвращение в четвертой четверти Здесь Иверсон, right wing, got it again He knocks it down from the wing, and the Sixers coming back As Иверсон makes it a 12-point game Рывок 12-0 у 76ers Лейкерс трещат по швам Нам надо приготовиться к серьезным событиям Игра еще совсем не закончена Нельзя в концовке сдаваться в этот раз Держаться, прорываться Если он идет в угол, этот идет сюда А этот должен уже быть здесь Осидлав Шака, Лейкерс выдали собственный рывок 11-0 Победя в серии 3-1, Лейкерс ощутили себя непобедимыми А Сиксерс, тем временем, начали ощущать приближение неизбежного Вы играли на Шакиле Униле Вот и все Кроме Шакила Унила, никого тут и не было Добрый вечер всем Что ж, если сегодня Лос-Анджелес Лейкерс побеждают Это будет означать для них второй чемпионат подряд Но чтобы этого добиться, им предстоит справиться с очень боевой командой Филадельфии Они как раз сегодня выложатся полностью Я отправляюсь в Лос-Анджелес в 4 утра За мной Думаю, такие как мы сейчас, после всего, что пришлось преодолеть Мы не только с честью из этого вышли Но вышли еще более закаленными С характером Мы лучше подготовлены к любым трудностям Думаю, эти трудности были для нас большим скрытым подарком Команда через многое прошла в этом сезоне Мы очень много работали, чтобы поддержать необходимый уровень взаимопонимания и веры друг в друга Я думаю, что наша вера друг в друга и взаимопонимание сильны как никогда В пятой игре превосходство Лейкерс было очевидно Только Сиксерс не хотели это признавать Пока Лейкерс не докажут им это еще один раз С невероятной способностью сочетать агрессивность с самообладанием Сиксерс заставляли публику гордиться собой Шевелимся, двигаемся Все отлично, играете отлично Если Сиксерс были отважны, то Лейкерс требовалось быть безжалостными И на пути к первому сухому отрезку на выезде в финальной серии NBA в истории Лейкерс показали, что у них есть сердце Сиксерс начали терять самообладание, видя, что сезон для них заканчивается Превращая отставание в 19-очковый перевес, Лейкерс забили 12 трехочковых Сломив в итоге сопротивление Севенто Сиксерс великолепным исполнением Скамейка Лейкерс встала Все понимают, что надо только немного подождать Когда мы говорим о победах в чемпионате, о великой команде Все пятеро ребят должны быть как один Наконец, после всех испытаний и трудностей, мы подошли к тому моменту Когда все в своем стремлении к совершенству были готовы пожертвовать всем ради общего дела Чтобы команда снова стала чемпионом Быть чемпионом значит быть готовым пожертвовать всем Можете назначать парад в Лос-Анджелесе Когда я закончу играть, я хочу, чтобы мою команду помнили как великую команду Что бы с ней ни делали, ее никому не остановить Какие бы только проблемы перед ней не вставали, ее не остановить Наконец, эти Лейкерс займут свое место в ряду великих чемпионов прошлого И чем более велик побежденный соперник, тем выше будет честь Обещание положить начало династии было выполнено Два подряд титула у Лос-Анджелеса Лейкерс Вы показали лучший результат в плей-офф НБА Вы можете этим гордиться Все посмотрите на моего друга Ларрио Брайена Все посмотрите на моего друга Ларрио Брайена 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 Во-первых, не забыли, что я сказал на прошлогоднем параде? Даю вам несколько секунд Коби сказал, что трофей дома, где ему и подобает быть И мы его привезем сюда снова, на следующий год Не слышу вас Я сказал, что завоюем еще Я вам говорил Пошли Нужно два, чтобы все в порядке было У нас их два, смотрите сами Я говорил, что мы еще раз выиграем И мы выиграли На следующий год еще выиграем И будет три подряд Я хочу сказать тебе, что я люблю тебя, Брайен Шо Можно поцеловать тебя, Брайен Шо Тем, кто говорит по-испански Я люблю Лос-Анджелес Когда я скажу, не слышу вас Сделайте руки, вот так Не слышу вас Не слышу вас Величайшей команде в истории Лос-Анджелес Лейкерс 2001 года Мы говорим им спасибо Мы чествуем вас И чтобы на следующий год снова все повторить Этот сезон для всех вас Мы снова это сделали Второй раз подряд Теперь отдыхать Праздновать Сезон окончен Встретимся в следующем сезоне на Гавайях В тренировочном лагере А пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok